Одесса 4 июля 2023 года. Ночь с 3 на 4 июля в Одессе проходит спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилетов дронов Камикадзе в Одессе области зафиксировано не было. Но к большому сожалению воздушная тревога этой ночью звучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградских областях. Это было связано с тем, что там была угроза применения беспилотных ударных летательных аппаратов. В некоторых областях работало ПВО и было активное сбитие шахедов. По последним данным у Российской Федерации в Черном море на боевом дежурстве находятся три боевых корабля с крылатыми ракетами калибр на борту. Общее количество ракет 16 штук. В пятницу на многих заправках 30 июня были достаточно большие очереди. Это получилось в связи с тем, что с 1 июля субботы подорожало топливо и многие автолюбители хотели заправиться впрок. Пока горючее подорожало в среднем где-то на 3 гривны. Если 92-й бензин стоил 39 гривен, сейчас он стоит 42. А если 95-й стоил 41 гривну, сейчас он стоит 44. Но поднятие цен на топливо будет идти дальше. Средняя цена будет где-то 50 гривен и цены будет поднимать постепенно. Вот такие вот новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба, спокойного дня и даст Бог. До новых встреч!